Приветствую вас, Елена. Если вы внимательно посмотрите на свой рассказ, вы увидите, как по ходу рассказа вы, в общем-то, только делаете, что игнорируете свои собственные реакции, вы игнорируете свои собственные чувства, вы игнорируете свою, можно сказать, интуицию, вот. Вы это все игнорируете. Вы игнорируете и попадаете в ситуацию, в которую попадаете. Вопрос только в том, почему так и для чего. Я бы сказал, что дело здесь в самооценке, точнее в обесценивании себя и в некой жертвенности. То есть, вероятно, вы в глубине души не сводите роль женщины до какой-то такой вот няньки, до какой-то мамы и хозяйки, и все. При том, что, да, вы говорите, что хотите расти, вы говорите, что хотите развиваться, но вот ваши действия, они, напомню, они свидетельствуют совершенно о другом. Ну, например, вы говорите, что мужчина глупый. Хорошо, но вы влюбились. То есть, вы влюбились, но обратите внимание, влюбившись, вы, как бы, ожидали, влюбившись, вы рассчитывали, что человек... что человек... будет другим. То есть, а вы... не принимали... человека... до конца... таким... какой он есть. вы надеялись его изменить. То есть, надеялись, что с вами человек изменится, и с вами человек будет другим. Ну, наверное, отдельным пунктом будет идти, с какой стати он должен меняться, и с какой стати он должен быть другим. Следующий важный достаточно момент заключается в том, что человек болен. я... не знаю, понимаете вы это или нет, но... человек именно, что болен. То есть, он... у него болезненность, у него болезненность, он не может по-другому. он не может не... там... условно говоря... пить. Даже... понимая... какие-то вещи... даже... э... там... остановяя какие-то моменты... э... он не может остановиться, потому что это болезнь. Вы же... э... на мой взгляд... э... ждете от... э... человека каких-то... невероятных совершений. Вы ждете того, что он... э... будет делать то, что вы хотите. Вы при этом... э... отказываясь признавать, что... э... как бы... от ваших... желаний. Вероятно, вы... э... э... вот... э... изначально будете ориентированы как-то на стыдию, но при этом... э... достаточно... такой вот... э... скромный. Может быть, достаточно... может быть... э... э... стыдливый. Может быть, достаточно домашний. ну... вот... Вы... выбрали... себе... человека, с которым... э... которому веры, но... никуда... от вас не денется. Суть не этого, конечно, будет. э... и... с девушками знакомятся, и все. Но вы знаете, что... фактически будет от вас... э... э... зависеть. Вот... с точки зрения психологии, это... то, что вы хотите, чтобы человек... э... близкий человек... э... человек от вас зависел. Вот он и... зависит... от вас. Вот он и... зависит. И... действительно, он... никуда не денется от вас. Но... другой... другой вопрос... хотите... не хотите ли вы... этого. Вот... какая-то... какая-то... какая-то штука. Вот... в чем... вопрос... ключевой. Эм... на мой... на мой... на мой взгляд... скромный. Вам нужно разобраться в себе. Вам... желательно... как-то... вот... знаете... эм... поработать со своими... ценностями... вот... со своими... задачами... вот... своими... приоритетами... да... посмотреть... что лежит... в... основе... того, что вы хотите... с семьей... и... прочим... вот... то есть... в одно и того... эм... что лежит... эм... что лежит... у... истуков... вашего... эм... эм... желания... человека... эм... переделать... ведь тут... эм... эм... тоже ведь как вы... я надеюсь... понимаете... есть... свои... нюансы... в том смысле... что... вы хотите его переделать... не просто так... а вот... но... с этим... нужно... поработать... ну... с этим... нужно... Но причины ваших сомнений какие сейчас? Надежда на то, что он исправится, не на что или как? Откуда у вас эта идея нести на себе крест? Откуда мысль, что вы нести на себе крест, чего вы на самом деле хотели бы, то есть давайте разберёмся в том, что вам нужно. Да, уже будет понятно в каком направлении вам двигаться и чего вы на самом деле хотите, а чего боитесь. Вот. А если вы обратите внимание, то вы от человека уже знаете много вещей требовать. То есть вы не принимаете его таким как он есть, вы не счастливы с ним, а вы именно что требуете от него. Но это уже не совсем здоровые отношения. Вот. Ну и говорите, что вы не учите с ним, вы обесцениваете. Ну вот. Я полагаю, что так же как и тебя в глубине души вы обесцениваете. Я тебя боюсь. Вот. Ну. Примерно так. То есть вы хотите быть жертвой? Чего вы хотите? Да. Вы говорите, я хочу развиваться, двигаться дальше. Хорошо. Что? А если так, откуда идея с крестом? Ну то есть. Такое ощущение на то, что вы хотите, чтобы мы вас уговорили. Ну нет, нет, это немножко, немножко это не так работает. Ну то есть психологи не уговаривают своих клиентов. Психологи помогают разобраться в себе. Вот. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Внимание. Хорошо? В этом всем надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.